Здравствуйте! Это новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. Не платят и самовольно подключаются к электричеству. Энергетики пошли по квартирам должников. Незаконные подключения. Вот провод был введен кустарным способом. В одной провод. Сейчас мы составляем акт и направляем материалы в полицию. Работы идут. Жителям области обещают сделать в этом году запланированный капремонт. Хотя коронавирус строителям уже доставил проблем. Были проблемы с рабочей силой, были проблемы с ограничением. Потому что собственники зачастую не пускают людей в период пандемии, как место производства работы. Не узнают родной парк. В Добросельском начались работы по реконструкции пространства. Деревья обещают не трогать. Когда вот я увидела, что его ренеомирует этот, и как красиво будет, думаю, дожить бы. Честное слово. Плюс 60 новых случаев. В области число заболевших коронавирусом увеличилось до 3629. За сутки ковидом заболели еще 60 человек. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. В лидерах по выявленным случаям гусь хрустальный. За последние сутки диагноз ковид поставлен 14 новым пациентам. На втором месте Владимир и Муром. В этих городах по 10 новых заболевших. На третьем Собенко плюс 8 заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 732 случая, гусь хрустальный 572, петушки 462, муром 337, Александров 309, Ковров 254, Собенко 171, Юрьев-Польский 133, Кольчугино 132, Судок до 103, Вязники 93, Киржач 89, Меленки 65, Суздаль 62, Камешкова 52, Радужный 27, Красная Горбатка 25, Гороховец 11 случаев. Федеральный портал stopcoronavirus.rf сообщает, общее количество летальных исходов из-за коронавируса в регионе по-прежнему 46. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Что касается победивших болезнь, то за прошедший день от ковида излечились 26 пациентов. То есть выздоровевших за сутки у нас, как и вчера, в два с лишним раза меньше, чем заболевших. Их, напомним, за последние сутки 60 человек. То есть мы выбиваемся из всероссийских показателей. Потому что по данным федерального портала stopcoronavirus.rf, по всей стране напротив, число выздоровевших от ковида превышает число заболевших. Всего же от новой инфекции в нашем регионе излечились 1846 человек. К открытию готовится 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, два частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Но когда именно лагеря примут детей, до сих пор неизвестно. Из-за эпидемии они должны открыться не ранее третьего этапа снятия коронавирусных ограничений. И Владимирская область не подошла даже ко второму этапу. Когда лагеря все-таки начнут открываться, то их наполняемость составит не больше 50% от обычной. Детям и персоналу каждый день будут мерить температуру. Завтракать, обедать и ужинать отряды будут не все сразу, а по очереди. Приезд в лагеря посторонних будет под строжайшим запретом. Средняя стоимость путевки в загородные лагеря в 2020 году составляет 18 536 рублей. Для детей, работающих родителей, она может быть дешевле. А если родители не работают или в трудной жизненной ситуации, путевки вообще могут быть бесплатными. Загорелось после столкновения. В Вязниках два человека пострадали в результате ДТП с пожаром. Инцидент произошел на трассе М7. Как сообщает прислужба МВД, столкновение произошло на 297-м километре федеральной автодороги. Автомобиль Hyundai под управлением водителя 1972 года рождения врезался в легковушку Skoda, которая ехала перед Hyundai. В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения и загорелся. Пламя объяло весь кузов самостоятельно. Потушить возгорание очевидцы аварии не смогли. На помощь пришли пожарные. С огнем справились 6 человек и 2 единицы техники. Без пострадавших не обошлось. В результате ДТП водители автомобиля Skoda и пассажиры 1992 года рождения были госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка, восстанавливается обстоятельства произошедшего. За самовольное подключение штраф. Энергетики вышли в рейд по нарушителям режима ограничения электроснабжения. В списке те потребители ресурса, которых уже отключили от электричества за неоплату. Вот только люди делают самовольные скрутки и вновь получают свет для своей квартиры. Незаконные подключения. Вот провод был введен кустарным способом. В одной провод. Сейчас мы составляем акт и направляем материалы в полицию. Только в мае и июне энергетиками было составлено 168 актов. Штраф за самовольное подключение 10-15 тысяч рублей. Повторное правонарушение карается большей суммой. Уже от 15 до 20 тысяч. Но штраф это лишь капля в море. Пожары, которые нередко возникают из-за кустарных способов подключения, куда страшнее. Когда в рейды с энергетиками выходят сотрудники МЧС, они предупреждают об этом. Может произойти короткое замыкание проводов. И, соответственно, сразу возгорание. По проводам может уйти это на любой этаж. Не обязательно пожар возникнет на этом этаже. То есть очень быстро распространяется. Сильное задымление в подъезде. То есть через этот подъезд, через этот проход люди уже не смогут выбраться на улицу. Согласно 424-му постановлению правительства, отключать и неплательщиков, и тех, кто подключился самовольно, сотрудники ресурсоснабжающей компании пока не могут. Люди не только неправильно толкуют данное постановление, но и считают, что раз оно введено, то они могут самовольно подключиться к электросетям. Полагают, что если они не будут оплачивать задолженность вовремя, то им не будут начислены совершенно никакие пении, и их оплата тоже не потребуется. Однако это не совсем верно. Мы действительно не можем сейчас требовать оплаты начисленных неустойок, штрафов и пеней. Однако после отмены действия данного постановления, если оно будет отменено ранее, чем 1 января 2021 года, пении за несвоевременную оплату коммунальных услуг будут начислены. К слову, сейчас энергетикам жители области должны 350 миллионов рублей за электричество и 520 миллионов за тепло и горячую воду. Суммы существенные и продолжают расти. Алексей в числе должников, которые самовольно подключились, штрафовали его за это уже не раз. Помимо штрафов, погашение задолженности тоже никто не отменял. Мужчина в шоке. Почему энергетики снова к нему пришли? Просрочки он гасит. И на сегодняшний день, по его мнению, сумма долга у него всего 3-4 тысячи. Вот только как оказалось, платит за коммуналку не он лично, а супруга. А платить-то когда будете? Ну, платим сейчас, скажем, месяц. И текущий долг оплачивается. 78-я квартира. Ты видишь, 26,654. Это какой, какой пище? Вот нам дали сегодня. Вот коммунальский. Даже неправильно вам сказать. В текущий момент. В текущий момент. 26 тысяч. Ну, вы же видите, верь в своих глазах, так же, как и я. Завтра придет, здесь будет гроб стоять. Вот и говорю. Да, вот она придет сегодня вечером, я ей устрою тогда, блин, большие неприятности. Неприятности. Мы же не врем просто так. Я ее спрашиваю, ты оплатила? Все оплатила. Да у вас шок был, то есть вот такого показательного. Конечно, я один раз когда увидел, там месяцев, наверное, 5 назад, блин. Да мы же не пойдем по словам. Там было больше. Я сейчас все делаю. Девочки, вы что творите? Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, всю информацию по платежам можно найти в личном кабинете на сайте Энергосбит+. Ну, а чтобы не остаться без света после Нового года или раньше, если отменят 424-е постановление правительства, гражданам рекомендуют не забывать платить по долгам и оплачивать текущие квитанции. К тому же, энергетики готовы идти навстречу и предоставлять рассрочку. Алексей Дудин, Александр Громов, 6 канал. Как выполняется программа капремонта жилых домов? Областные власти проследили за ходом ремонтных работ в Кольчугино. В этой трехэтажке 50-го года постройки полным ходом идет монтаж крыши. Этого местные жители ждали очень давно. Десятилетиями им приходилось, по сути, жить под дождем. Ну, проблема у нас в квартире. Потолок тек. На чердаке стояла ванна, чтобы это все не текло. Вы терпали, выходили в воду. Шиферную кровлю жители совместно с управкомпанией уже замучились латать. И вот в этом году их дом попал в программу капремонта. Уже через три недели работы на крыше будут завершены. Для жителей настал тот радостный день, когда выполняется капитальный ремонт кровли. Выполняется качественно, выполняется из металла, со снегодержателями и соблюдением всех норм и правил. Ремонт крыш удовольствия не из дешевых, говорят специалисты. Замена кровли жителям этой трехэтажки обошлась в 3,5 миллиона рублей. Квартир в доме хоть и немного, но люди, судя по всему, ответственные. Платили взносы по капремонту исправно. И вот результат. Всего же в Кольчугинском районе в программу капремонта на этот год попали 9 домов. Пандемия, к слову, доставила подрядчикам проблем. Были проблемы с рабочей силой, были проблемы с ограничением. Потому что собственники зачастую не пускают людей в период пандемии, как место производства работы. Люди просто боятся, понятно, да? Но тем не менее, вот работы, видите, идут. А вот 106-летний дом в ноябре прошлого года пережил пожар. Тогда загорелась квартира на четвертом этаже. С последнего этажа спасли одного человека, остальные жильцы выбрались из дома самостоятельно. Пожара хватило 400 квадратных метров, сгорела часть кровли и внутренняя отделка трех квартир. Жителей дома, а их около 40 человек, поселили в маневренном фонде. Пожар уничтожил часть крыши, серьезно повредил проводку в здании и отопительную систему. Впрочем, дом сносить не будут, его восстановят. Причем за счет резервных средств фонда капремонта. Хотя здания по плану должны были начать ремонтировать только в 2026 году, но восстановлением занялись практически сразу после пожара. Фонд капремонта взял на себя кровлю, отопление и электрику. А на восстановление жилых квартир средства выделили из бюджета региона. При разговоре с губернатором от территории была просьба, чтобы здесь достаточно низкий класс проживает в этих квартирах. И выделена была дотация в районе 9 миллионов 900 тысяч рублей на восстановление тех квартир, которые пострадали, практически были потеряны жильцами. А этому дому всего 35 лет, но проблем уже предостаточно. При постройке, вероятно, что-то нарушили, и в итоге стены дома тепло в квартирах просто не удерживают. Зимой люди замерзают и переплачивают за отопление, потому что, по сути, топят улицу. Было и холодно, и была плесень. И плесень была на доме, независимо от первых этажей, там, пятых этажей. Было, люди жаловались, мы старались швы заделывать, но это неэффективная работа. Это выбрасывание денег на ветер. Деньги на ветер люди выбрасывать устали и решились на серьезное вложение. Утеплить дом и установить систему регулировки тепла. Часть затрат на работы взял на себя фонд содействия реформированию ЖКХ. В этом году на нем выполнены мероприятия по установке автоматизированного узла управления системой отопления с погодозависимым регулированием теплоносителя. Также утепление фасада и кровли. Объем работ здесь составил, сумма выполненных работ, это 12,5 миллионов рублей. Поддержка фонда 3 миллиона 900 тысяч рублей. И по прогнозам специалистов, система регулировки отопления и общее утепление дома помогут сэкономить до миллиона рублей в год на оплату коммуналки. Такие же работы по повышению энергоэффективности проведут в 2020 году еще в двух домах Кольчугина и четырех домах областного центра. Никит Кролев, 6 канал. Цена проекта сократилась сразу в два раза. Все зоны сохранились. И все детские и прочие спортивные площадки, они все остались в неизменном виде. Мы предусмотрели здесь все. И вот выделили первый этап. Вот первый этап, он здесь показан красными зонами. Сделаны все дорожки, детская площадка, велосипедные дорожки делаются. И полностью дорожки по периметру. До сентября первый этап реновации парка обещают закончить. Стоимость всех работ только в этом году составит около 104 миллионов рублей. Но справиться с благоустройством такой большой территории только за счет муниципальной казны задача трудная. Помощь с финансированием оказала партия «Единая Россия». Андрей Снеславович обратился к партии «Единая Россия», а мы обратились к Министерству спорта и к руководству федерального. Федеральной партии «Единая Россия». И принято решение о выделении 25 миллионов рублей на строительство вот этого спортивного комплекса. Фактически любыми видами спорта на нем можно будет заниматься. Там будут даже небольшие трибуны предусмотрены для того, чтобы зрители могли посмотреть. Когда стало известно о реконструкции парка, местные жители начали переживать о зеленых насаждениях в Добросельском. Ведь деревья здесь несколько десятилетий назад высаживали еще сами владимирцы. Жители обратились ко мне с просьбой создать общественный контроль. Вот сейчас, когда идут работы. И каждый день мы совместно с нашими активистами, с жителями, как они уже сказали, будем находиться в этом парке и контролировать, чтобы все зеленые насаждения были сохранены. Будем смотреть, как работают подрядчики. И я, как действующий депутат и проживающий здесь рядом, каждый день обещаю быть здесь. Городские власти уверяют, что все деревья сохранят, ведь это легкие города. А если какие-то насаждения и пострадают, то на их место высадят саженцы молодых деревьев. Что же касается реконструкции Добросельского, то жители очень ждут, когда обновленный парк наконец-то откроется. Ведь это любимое место отдыха жителей Доброго. Ходят здесь в основном пожилые люди, как я. Вот сейчас у меня подружка должна прийти. Вот уж ходим вокруг и поглядываем. Когда я увидела, что его реномирует, и как красиво будет, думаю, дожить бы. Честное слово. Полностью реконструировать парк обещают за три года. В следующем году начнется второй этап работ, на котором строители проведут канализацию, достроят ливневки, а также построят скейт-парк и амфитеатр. Екатерина Корнилова, Александр Громов, Шестой канал. Фактически историческая тренировка Владимирского торпеда. Впервые за три месяца после возвращения с Турции ребята все вместе вышли на газон. Мало спортивной арены, стадиона, торпеда. Из самоизоляции на поле владимирские футболисты вернулись к привычному режиму тренировок. До этого три месяца черно-белым приходилось поддерживать физическую форму в домашних условиях. Первая совместная тренировка состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора и прошла с соблюдением всех мер предосторожности в период пандемии. Футболисты работали, разбившись на небольшие группы. Последний раз перед самоизоляцией футболисты видели друг друга на тренировочном сборе в Турции в марте этого года. Поэтому черно-белых уже давно тянет вернуться к работе. Уже поскорее бы очень рад, что потихонечку все возобновляется, собираемся и думаю, все пройдет хорошо. В ближайшее время тренировки владимирской команды будут проходить только на малой арене стадиона «Торпеда». На верхнем искусственном поле Владимирского стадиона «Торпеда» тоже произошли серьезные изменения. Уложен новый газон, внешне изменилась сама арена. Гарантия на новое покрытие составляет до 10 лет. Помимо газона, который начали обновлять еще в апреле, вокруг поля установили новое ограждение. На реконструкцию арены в общей сложности выделили 15 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть тема для журналистского расследования, звоните по телефону 54 10 30. Еще больше новостей на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра артутного столба. Влажность воздуха 60%. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан.